Многие режиссеры или продюсеры рекламного агентства, которые занимаются производством какого-либо видео, контента, кино, телепередач, сталкиваются с таким вопросом. Где же все же искать этого загадочного человека, который пишет музыку? Есть множество вариантов, но сегодня я хочу рассмотреть некоторые из них. В первую очередь, нужно определиться, какую музыку вы хотите слышать. Исходя из этого, уже подбирать конкретного человека. Есть композиторы, которые пишут хаос, рэп, трэп и всевозможные направления современной электронной музыки. Есть композиторы академической музыки, которые пишут для оркестра, для камерных ансамблей и для всевозможных составов в так называемом классическом звучании. Есть композиторы, которые могут написать очень хорошую песню под гитару, фортепиано. И есть композиторы, которые способны работать в разных жанрах, в разных стилях и даже их совмещать. Все же, какая музыка вам нужна? Второй этап, на мой взгляд, это бюджет. Исходя из суммы, которую вы готовы потратить на создание музыки, зависит дальнейшее развитие событий. Есть композиторы, которые у всех на слуху. Эти фамилии мы можем найти в титрах фильмов. Поиск их не составляет больших проблем. Далее идут композиторы, которых не всегда можно встретить в титрах кассовых фильмов. Но они пишут большую часть той музыки, которую мы слышим из телеэфира, небольших кинопроектов. Такие композиторы пишут самое большое количество музыки. Это композиторы, которые, как правило, сговорчивые и имеют среднюю цену. Их тоже можно найти, делая запросы в соцсетях с тегом «кинокомпозитор». Потому что очень часто авторы позиционируют себя именно под таким тегом. И есть достаточно много авторов, которые пишут весьма хорошую, качественную музыку по очень доступным ценам. Не нужно стесняться писать, спрашивать, предлагать свои условия. Как правило, композиторы работают как частное лицо, но бывают они объединяются в студию или в некое сообщество музыкантов и композиторов. Каждый из которых работает в своих жанрах. Как, например, наша студия «Синемьюзик», в которой есть авторы, пишущие в самых разных стилях. И мы, имея каждый свой опыт и специализируются на том или ином стиле, помогаем друг другу реализовывать самые разные задачи. Поэтому вы смело можете обращаться в студию «Синемьюзик», и мы постараемся вам помочь. И третья категория – это композиторы, которые хотят писать музыку. Иной раз они пишут ее даже бесплатно. Потому что на начальном этапе любому автору, который заходит в ту или иную сферу действенности, нужна фильмография. Поэтому, чтобы найти тех людей, которые потенциально могут написать музыку, но еще ее не писали, для этого достаточно активно делать посты в Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме, с текстом «Ищу композитора», посоветуйте, кто пишет музыку, и лучше указывать, что бесплатно. Хорошего кино, продакшена и, конечно, приятной, яркой, впечатляющей музыки. С вами был Марат Файзурин, студия «Синемьюзик». Синемьюзик.